Всем привет! И с вами снова я, Полина. Сегодня в этом видео я хочу поговорить с вами о белоснежной улыбке. О моей белоснежной улыбке. И все, кому интересно узнать, как же я ее добилась, пожалуйста, оставайтесь со мной. Думаю, волюши сладки. Вы довольно часто, увидев мою белоснежную улыбку, и это словосочетание я в этом видео буду повторять достаточно часто, так что привыкайте, в моих видео в YouTube или в фотографиях в Instagram. Кстати, подпишитесь на мой аккаунт в Instagram. Задаете мне вопросы, как же я добиваюсь таких белоснежных зубов, такой белоснежной улыбки? Ответ прост. И звучит он сперва, на первый взгляд можно показаться, что издевательски. Я отвечаю, я просто чищу зубы два раза в день. И это абсолютная правда. Вот уже три года я верна одной и той же пасте для зубов. Это Крест 3D White. И я практически постоянно пользуюсь только ей, перебиваясь буквально на несколько недель в году на другую пасту, только для того, чтобы дать себе отдохнуть от вкуса той пасты. Потому что 3D White от Крест меня устраивает по всем вопросам. Во-первых, как вы видите, результат отменный. Мои зубы крепкие, здоровые и белоснежные. А во-вторых, мне нравится ее аромат, вернее свежесть дыхания после использования этой пасты. И мне нравится ее вкус. Так что при таком наборе позитивных свойств, качестве этой пасты, мне просто остается пользоваться ей и чистить зубы два раза в день. А то и чаще. Если есть возможность, я всегда почищу зубы в третий, а то и в четвертый раз. Кроме того, я переняла американскую привычку полоскать рот после еды или после того, как я почищу зубы. Поэтому каждый раз после того, как я почищу зубы, я полощу рот с помощью полоскилца листерин, который, во-первых, уменьшает образование зубного камня, а во-вторых, предотвращает появление пятен на зубах от, скажем, кофе, вина, от сигарет, если кто курит. Вот, сперва я достаточно скептически и негативно относилась к полоскилению рта с помощью листерин, потому что кто пользовался листерин, тот знает, что непосредственно сразу после полоскилета ощущаешь такое достаточно неприятное ощущение ржения во рту, что достаточно быстро проходит. Со временем я привыкла к этому процессу и начала полоскивать рот каждый раз после того, как я очищу зубы, то есть как минимум два раза в день, плюс еще в течение дня, если есть возможность. Скажем, если я нахожусь дома, то сразу после еды я иду и применяю этот полоскилатель, который работает в тройном объеме. Во-первых, он возвращает мне уверенность в себе. Ты уверена, что от тебя не пахнет обедом, завтраком или ужином. Во-вторых, он возвращает свежее дыхание, что само по себе приятно. Ну а в-третьих, конечно же, как уже было сказано, уменьшает образование зубного камня. Но каким бы волшебным ни было действие ополаскивателя, ежегодно я провожу генеральную уборку. Что я подразумеваю под генеральной уборкой? Раз в год я записываюсь на процедуру Airflow. Я прихожу к стоматологу, и он очищает мои зубы от наросшего зубного камня. Как это делается? Он наносит специальный состав, порошок, на мои зубы, а затем под водой, под сильным давлением смывает этот порошок, смывая вместе с ним и любые образования зубного камня. Это не самая приятная процедура, так как после нее ты ощущаешь некий дискомфорт в деснах. Нанесение порошка на зубы и смывание этого порошка сильной струей воды вызывает раздражение в деснах. Но от этого ощущения легко избавиться, вкупив обычный успокаивающий гель для десен. И одно из самых важных замечаний, которые я хочу сделать в этом видео. По моим наблюдениям, на белоснежность моей улыбки влияет еще и InvisiLime, капы, которые я до сих пор ношу еженочно. Начнем с того, что свое лечение я начала около 3,5-4 лет назад. Тогда я записалась на консультацию сразу к нескольким ортодомтам, чтобы выбрать самого понравившегося, чья технология предложена, будет мне ближе всего. На тот момент, кроме дефекта прикуса, который я не собиралась исправлять, потому что мне все визуально устраивает, у меня был небольшой дефект в самом расположении зубов, в ряде зубов. После того, как у меня появились несколько лет назад зубы мудрости, они толкнули весь ряд зубов, и эти мелкие толкнули передние два крупных зуба, они у меня крупненькие, из-за них меня в детстве называли кроликом, но я не обижалась. Эти два белых кролика прыгнули вперед и начали задвигать боковые зубы, то есть они как-то лежали на боковых зубах. Сейчас звучит это страшно, на самом деле это не выглядело так страшно, это был достаточно маленький незаметный дефект. Но все равно он меня не устраивал, и я его стеснялась, и поэтому меньше улыбалась. Как видите, сейчас я не стесняюсь улыбаться, хотя бы только ради этого стоит все-таки решиться и поставить свои зубки ровно. Итак, из десертодонтов пятеро сразу же предложили мне вырвать зубы мудрости, сказав, что без этого невозможно сделать ровную улыбку, и я сразу вычеркнула их. Понятное дело, я не решилась вырвать себе зубы мудрости, потому что не просто же так они выросли, и если нет какой-то критической ситуации, а я знала, что критической ситуации нет, значит нужно искать другие варианты, искать другие способы решения данной задачи. И я все-таки нашла. Пятеро других предлагали мне не вырывать зубы мудрости, и только один из них предложил мне ознакомиться с новой американской технологией Invisalign. Что же это такое? Это выравнивание ряда зубов и даже исправление прикуса с помощью прозрачных кап Invisalign. Как же работает эта технология? Сперва делаются снимки, слепки вашей челюсти, что отправляются в Америку. Там прописывается лечение, то есть поступенчатое решение вашей проблемы. Создается 3D-модель вашей челюсти, и изготавливаются капы, шаг за шагом передвигающие ваши зубы в нужном направлении. Уже через 3 недели ты получаешь свою первую порцию кап. Зависит от проблемы, которую ты решаешь, но в среднем капы меняются каждые 2 недели, и первые 3 месяца ты каждые 2 недели приезжаешь к ортодонту, потому что ему нужно что-то поменять. Иногда нужно нарастить некие кнопки, за счет которых капы лучше держатся, и имеют более сильное влияние, давление на какой-то определенный зуб. Иногда, наоборот, нужно эти кнопки снять, иногда нужно нарастить больше. И первые 3-4 месяца, как я уже сказала, необходимо посещать ортодонты каждый месяц, а то и 2 раза в месяц. Затем уже, когда ты уже приближаешься к решению своей задачи, решению своей проблемы, когда уже зубки более-менее встают на свои места, тебе выдают буквально по 5, а то по 6, по 7 порций кап, и ты уже самостоятельно каждые 2 недели меняешь их. Каждый раз ты ощущаешь в первую неделю некое давление, так как твои зубы привыкают к новому нажатию, к новому давлению в новом месте. А через неделю это ощущение уже пропадает, и ты привыкаешь к этим капам. Вот означает, что зубки встали на то место, куда их хотят поставить. И когда наступает такой момент, ты как раз меняешь на следующую капу. Самый огромный второстепенный плюс кап, так это в том, что ты забываешь, что такое кусочничать. Ты перестаешь делать маленькие перекусы и жевать жвачку, потому что капы ты должен носить 24 часа в сутки. И снимать их можно только на прием пищи. Перед приемом пищи ты снимаешь капы, кладешь их в специальную коробочку, затем ешь, затем получишь рот и снова надеваешь капы. Таким образом, тебе становится просто лениво каждый раз, перед тем, как ты хочешь выпить чашечку кофе, или пожевать жвачку, или съесть какой-то орешек. Ты просто 255 раз подумаешь и решишь, ну и вот, делать опять всю эту процедуру. Просто я похожу в капах. По прошествии полутора лет, когда лечение и выравнивание ряда зубов подошло к концу, мне выдали мою последнюю капу, которую я ношу и по сей день уже спустя практически два года. Каждую ночь я надеваю эту капу и сплю в ней. И именно ей я частью благодарна за белизну моей улыбки, потому что, по моим наблюдениям, мне так кажется, она влияет на отбеливание моих зубов, потому что все равно, когда мы спим, проходят некие пищеварительные процессы, поднимаются газы какие-то по пищеводу. Это мои догадки. Я не писала никакой научной работы, и более того, даже не читала никакой информации в интернете. Ну а как еще объяснить мою белизну зубов, когда я только чищу зубы и плащу их? Неужели 3D White такое волшебное действие не имеет? Мне кажется, все равно капу каким-то образом защищает мои зубы, механически предотвращая наращивание налета ночного на зубах, тем самым помогая сохранить их белизну, помогая пасте делать свою работу, помогая поласкивателю делать работу. Все они 3 вкупе делают мою улыбку такой белоснежной. Ну и, к сожалению, результат этот не вечен. Зубы все равно стремятся расползтись по своим местам, кто куда, стремятся к своим домам. И поэтому, когда лечение подходит к концу, тебе, во-первых, наносят ретейнеры, это металлические проволоки по задней стенке обоих рядов верхнего и нижнего зубов, которые держат зубы на местах. Во-вторых, выдается пластмассовая последняя капа, которую ты носишь еженочно. И сразу хочу дать совет тем, кто может быть решится на выравнивание зубов посредством технологии Invisal. Итак, когда вам будут делать ваш последний снимок, постарайтесь договориться с ортодонтом и уговорите его сделать сразу несколько копий, потому что я своей капой пользуюсь вот уже 2 года, одно и то же. То, что тогда этого нюанса я не знала и не догадывалась о нем. Прошел год или полтора, и я поняла, что моя капа уже практически полностью износилась, у нее уже отваливаются кусочки, и я решила заказать у своего ортодонта вторую копию. Я пришла к нему, сделала снимок, отправилась этот снимок куда-то в Москве, и уже через день я получила пластмассовую копию капы, которая абсолютно не похожа по качеству на ту, которая присылается из Америки. Она и мягче, и пластмасса тоньше, и там нету жесткой формы под зубы, там достаточно много пространства, поэтому надевая эту капу, ты не испытываешь никакого давления, никакого дискомфорта. Я уже привыкла к этому ощущению, и без капы мне даже неприятно спать. И зубы внутри этой капы, которую мне выдали в России, они все равно начали гулять. И когда я почувствовала это, я вернулась к своей той поношенной капе, решила, до конца буду тебя носить, пока ты надвое не расколешься, и ты единственное мое спасение. Сейчас я буду решать эту проблему, наверное, пойду к ортодонту, и прямо изначально закажу себе нормальную капу, чтобы они мне отлили в Америке, и прислали мне нужный вариант. На этом, на этой белоснежной улыбке, ой, на этом моменте, я поспешу с вами проститься. И прежде хочу пожелать вам улыбаться в полную мощь, от уха до уха. Если вы стесняетесь своей улыбки, то не бойтесь, и по крайней мере запишитесь на несколько консультаций. И проконсультируйтесь ортодонтов, спросите их мнение, кто что вам предложит. Я прошла технологию Invisalign, и оказалась ей полностью довольна. Может быть и вам она понравится. А пока просто ухаживайте за своими зубками. Чистите их как минимум 2 раза в день, по 3 минуты, как мама учила. Полощите их, и забудьте про жвачку, жвачка вредная, и ешьте как можно меньше конфет. До новых встреч! Пока!